Затяжное падение на российском фондовом рынке закончилось? В пятницу индекс Мосбиржи опускался до стратегически значимого уровня в 2960 пунктов. Однако после повышения ключевой ставки рынок вновь перешел к росту. Что же делать инвесторам на следующей неделе? Ждать ли продолжение роста или впереди рекордный обвал? Сегодня мы проанализируем, какие акции пострадают от подъема ключевой ставки, какие стоит продать, а какие купить на ближайшую перспективу. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции Cashflow, ваш денежный поток. Обязательно поставьте лайк авансом и приходите к нам в Телеграм, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. Итак, как мы и предполагали, Банк России повысил ключевую ставку на 1% до 16%. Основаниями для повышения стали ускорение роста российской экономики и инфляция. Центробанк получил от президента карт-бланш на выравнивание макроэкономической ситуации и активно им пользуется. Рынок выдохнул, увеличение всего лишь на 1%. Давайте обсудим, как отреагируют акции компаний на очередное ужесточение денежно-кредитной политики регулятора. Конечно же, под наибольшим ударом находятся закредитованные компании. Обслуживать долги станет еще сложнее. К явным аутсайдерам можно отнести компании Сегежа и Русал, у которых есть проблемы с бизнесом, компанию МТС и компанию АФК-система. Хотя у последней, по заверениям менеджмента, долг контролируемый и управляемый. Но о планах компании на 2024 год мы еще поговорим. Кстати, мы даже немного акций-системы добавили в портфель. Рост ставки также негативно скажется на банковском секторе. Рост кредитных ставок вслед за ключевой ставкой снизит активность частных и бизнес-клиентов в кредитном сегменте. Руководство крупных банков уже сейчас видит и прогнозирует снижение кредитования, но обещает компенсировать выпадение процентных доходов доходами от других продуктов и сервисов. Рост ключевой ставки косвенно оказывает серьезное негативное влияние на застройщиков, у которых значительный – более 50% – объем сделок проходит с привлечением ипотечных денежных средств. Пока поддержку оказывают льготные программы кредитования, но в следующем году их формат и объем могут претерпеть существенные изменения. Нейтрально повышение ключевой ставки для нефтегаза, поскольку в целом долговая нагрузка не вызывает опасений. У некоторых компаний сектора чистый долг отсутствует или даже составляет отрицательное значение. На металлургический сектор рост ключевой ставки также не окажет существенного влияния, поскольку большинство компаний используют собственные денежные средства, а долговая нагрузка в пределах нормы. Кстати, новый большой разбор акций черной и цветной металлургии есть у нас на канале, обязательно посмотрите. Нейтральная ситуация и для ритейла, поскольку спрос на продукты достаточно устойчив при любой денежно-кредитной политике регулятора. Да, и ритейлеров мы тоже подробно разбирали, все ссылки будут в описании. По сути, после повышения ставки проблемы могут возникнуть у убыточных компаний, которые привлекают денежные средства для развития. Их привлечение будет происходить под повышенную процентную ставку, что может стать сдерживающим фактором для бизнеса. Ну а главным бенефициаром, как мы неоднократно говорили, является Московская биржа, которая получит дополнительный профит в процентных доходах. Процентные доходы формируются за счет прироста на остатки по клиентским счетам, являются одной из основных доходных статей площадки. Рост ключевой ставки уже привел к частичному оттоку денежных средств с рынка акций, но переток денежных средств может быть на рынок облигаций, и Московская биржа не потеряет доход ликвидность. Ну а вместе с невнятными планами и перспективами главного конкурента в лице СПБ биржи, позиции Московской биржи еще больше стали приближены к монополисту на биржевом рынке России. Мосбиржа и ранее демонстрировала способность конвертировать свой статус в финансовые результаты, и мы рассчитываем, что это умение сохранится и в будущем. Более подробнее рассмотрим компанию, которой весьма внушительный долг, но почему же мы решили купить ее акции? Начнем с отчета. Система представила финансовый отчет за третий квартал и 9 месяцев текущего года. Выручка за квартал показала рост на 18,2% год-году, а за 9 месяцев выручка выросла на 14,9% год-году. Чистая прибыль в доле АФК за третий квартал 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра составили по итогам третьего квартала 225 миллиардов 300 миллионов рублей. Отчет, как мы и предполагали, нейтральный, он отражает умеренные цифры телекома, уверенные цифры в медицинском, торговом, сельскохозяйственном и строительном сегментах, а также слабые цифры в лесной промышленности. Компании удалось рост российской экономики конвертировать в рост выручки через диверсифицированный портфель своих активов. При этом раскрытие внутренней стоимости компании, о чем мы не раз говорили, может произойти только после выхода части активов на IPO или после их продажи. И компания, по всей видимости, готовит на следующий год несколько крупных публичных размещений своих дочерних компаний на бирже. Об этом может говорить увеличение комментариев руководства дочерних структур в средствах массовой информации. Генеральный директор компании Binafarm, одной из дочек АФК, Рустем Муратов, обозначил положение и планы компании. Он сообщил, что компанию не коснулись санкции на головную структуру. Партнеры продолжают взаимодействие. Binafarm успешно и точечно заменил продукцию американских и европейских брендов на продукцию индийских и китайских производителей. К тому же у компании грандиозные планы по выходу на китайский рынок и через него дальше в другие азиатские страны. Изначально будут экспортироваться российские препараты, но у компании в планах открытия в Китае своего производства. Ну а что в итоге? Какие компании с портфеля АФК могут выйти на биржу и с какими параметрами, пока неизвестно, но все они представляют потенциальный интерес для инвесторов. Повышение ключевой ставки доставит проблем застройщикам, но на наш взгляд компания-самолет может выйти победителем из сложной экономической ситуации. Свои планы компания представила на дне инвестора. Самолет ожидает рост выручки до 300 миллиардов рублей по итогам текущего года. Это рост более 50% год-году. В прошлом году выручка составила 195 миллиардов рублей. Объем продаж первички в текущем году в натуральном выражении 1,6 миллионов квадратных метров, рост на 50%. Амбициозные планы на следующий год в силе. Компания планирует получить выручку до 500 миллиардов рублей, обеспечив рост выручки на 67% и рост продаж на 69%. План по продажам первичной недвижимости в 2024 году до 2,7 миллионов квадратных метров. Самолет сообщил, что планирует купить действующий банк. Соответствующий пакет документов уже направлен в Банк России для необходимых согласований. Сервис Самолет Плюс выйдет на биржу ориентировочно в 2025 году, а процедура предварительного IPO может состояться уже в первой половине следующего года. В ближайшие два года компания не планирует вторичного предложения акций – СПО. И самое главное, самолет ожидает снижения спроса в текущем и следующем году на новостройки, но это не окажет существенного влияния на бизнес-девелопера. Менеджмент компании подтвердил позитивный взгляд на будущее компании, даже несмотря на не самые оптимальные макроэкономические условия работы. Кстати, в канале с сигналами мы продолжаем успешно торговать, и только на этой неделе мы заработали на акциях Алроса плюс 5,5%, ДВМП плюс 8% всего за 5 торговых дней. Проверьте сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал и зарабатывайте вместе с нами абсолютно бесплатно. Да, и прямо сейчас на канале опубликованы целых три идеи, которые взлетят уже в понедельник. Причем все это абсолютно бесплатно, ссылку на канал с сигналами оставим в описании. Есть ли смысл добавить акции Лукойла в инвестиционный портфель после дивидендного гэпа? Что произошло? Лукойл очистился от промежуточных дивидендов за 9 месяцев, хотя по факту дивиденды выплачивались по итогам работы за первое полугодие. Котировки логично на дивидендном гэпе спикировали вниз, но что более важно, сразу стали выкупаться рынком. Почему акции одного из флагманов российского фондового рынка интересны на перспективу? Первое и самое главное – это дивиденды по итогам всего года. Как мы и ожидали, Лукойл придержал деньги для оценки ситуации с бизнесом и может выплатить щедрые итоговые дивиденды за год. Компания выплатила 447 рублей на акцию в виде дивидендов. По итогам года мы ожидаем суммарно более 1000 рублей дивидендов. Второе – заявка на обратный акции у инвесторов-нерезидентов по-прежнему находится на рассмотрении в правительственной комиссии. С одной стороны, шансы есть, с другой стороны, будем объективны, шансы невелики. Козырем Лукойла в этом вопросе является валюта на иностранных счетах, оперирование которой не затронет российский валютный рынок. Но с другой стороны, это валюта экспортера, которая может понадобиться властям для поддержания обменного курса рубля. Если Лукойлу будет позволено провести обратный выкуп собственных акций у инвесторов-нерезидентов со значительным дисконтом, это будет огромный позитив для котировок. Третье – стабильная добыча и поставки по году делают Лукойл инвестиционно привлекательным, даже несмотря на локальную слабость нефтяных котировок. Текущая цена нефти на мировых рынках и цена российского сорта в целом остаются на комфортных для нефтяниках уровнях. Не забудем и про девальвацию рубля. Да, откат от локального пика превышает 10%, но средний курс в течение текущего года благоприятен для экспортера. Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что компания TCS Grow планирует редомицелляцию с Кипра в Россию. Акции отреагировали падением. Внеочередное общее собрание акционеров компании назначено на 8 января. В повестке собрания значится рассмотрение вопроса об одобрении процесса отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в Россию. Если акционеры одобрят процедуру переезда с учетом юридических нюансов, она может состояться в середине следующего года. Здесь нужно прояснить два нюанса. Первое. Положительным моментом является сам факт переезда в Россию. Это позволит компании сохранить свою структуру и защитить права инвестора, а также вернуться к вопросу выплаты дивидендов акционерам, о чем ранее заявлял менеджмент TCS. Второе. Негативным моментом является пример с переездом компании ВК, который вызывает ряд опасений. В частности, у TCS достаточно большой процент акционеров иностранцев, которые, как показала практика, все же предпочитают продавать российские ценные бумаги, как только для этого открывается окно возможностей, что может стать дополнительным фактором давления на котировки. Для тех инвесторов, которые понимают и принимают риски и покупают акции, что называется, по любой цене, новость однозначно положительная. В долгосрок компания только выиграет от переезда, тем более мы помним, что на кипрскую компанию наложили санкции свои же – Евросоюз. Для инвесторов, которые боятся риска, стоит дождаться завершения всех процедур и окончательного переезда компании в Россию и принимать решение об инвестировании через некоторое время после переезда. Также проблемы испытывает Яндекс, и попея с продажей бизнеса продолжается. По данным средства массовой информации, у компании Яндекс продолжаются проблемы с реорганизацией и разделением бизнеса. На этот раз противоречия возникли между инвесторами по поводу обмена акций головной компании из Нидерландов Яндекс.НВ на ценные бумаги новой компании, которая получит в результате сделки российскую часть бизнеса. От себя заметим, как будто раньше это было непонятно, что депозитарные расписки нидерландской компании, инвесторами которой мы являемся, нужно будет в какой-то пропорции обменивать на акции новой компании, которая будет зарегистрирована в России. Обмен акций является важным этапом изменения структуры компании, и, как стало известно, с ним есть вопросы. В частности, американские инвесторы Яндекс.НВ против обмена, который делает их конвертированные активы автоматически заблокированными. И что в итоге? Мы ни в коем случае не хотим никого пугать. Пока от компании нет официальных комментариев, но может быть реализован один из самых негативных сценариев, в результате которого обмена депозитарных расписок Яндекс.НВ вообще не будет. Хотим предупредить, оценивайте риски, неопределенность сохраняется, риски повышены. По всей видимости, во-первых, сделки до нового календарного года не будет. Во-вторых, ситуация с разделением компаний оказалась сложнее, чем изначально мы и другие эксперты предполагали. Друзья, если вам такой формат нравится, то давайте вместе с вами наберем рекордные 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Чуть больше месяца назад США наложили блокирующие санкции на строящийся флагманский проект компании Novotek Arctic SPG-2. Теперь американцы расширили санкции против российского сжиженного природного газа SPG. В частности, в блокирующие санкции попали компании и поставщики оборудования и технологий для SPG. Стоит ли паниковать акционерам Novotek? Будем объективны, санкции – это не самое приятное событие. Страшны даже не сами санкции, а отношение к ним стратегических партнеров, некоторые из которых боятся вторичных санкций за связи с Россией. Логика действий США понятна – санкции на поставщиков могут нарушить амбициозные планы России по значительному наращиванию производства SPG. Россия планирует стать одним из доминирующих игроков на этом рынке через несколько лет, что не входит в планы американцев. Проекты Novotek Arctic SPG-2 и Мурманский SPG под угрозой? Нет, но они могут быть реализованы с задержкой и потребовать дополнительных вложений. У Novotek теперь есть собственные технологии сжижения Арктический Каскад и Арктический Микс, но проблемы могут возникнуть у подрядчиков, хотя фокус на внутренней инфраструктуре минимизирует влияние санкций. Ждем комментариев от менеджмента компании Novotek. В рубрике «Вопрос-ответ» поговорим о компании X5. Напомню, что вы пишете вопросы в комментариях, а мы кратко отвечаем в видео. Котировки одного из любимчиков инвесторов и лидера продуктового ритейла России компании X5 пережили мощное падение в 23%. Что делать? Рынок перестал замечать перспективы перерегистрации и возобновления выплаты дивидендов, а сосредоточился на общерыночном негативе и рисках компании. А тем временем у компании X5 самые сильные позиции в своем сегменте экономики с понятными перспективами роста и расширения. Сильная финансовая отчетность с уверенной динамикой роста финансовых показателей, а также точкой роста в виде сегмента магазинов у дома и сегмента бюджетных дискаунтеров в дополнение к устойчивому спросу на продукты питания. Не забудем и об активности на рынке слияния и поглощения, а также о негласном одобрении властей по расширению сети торговых точек крупного, надежного игрока на рынке. Инвесторам, которые адекватно воспринимают риск, есть смысл присмотреться к компании, с учетом того, что весь негатив возможно уже в цене. Все компании, представленные в этом видео, интересно по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А я жду вас в телеграм, ссылку вы найдете в описании.